Стрекоза и муравей В ней тех светлых боли, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной нужда, Голод настает, стрекоза уж не поет, И кому же в ум пойдет На желудок петь голодный? Злой тоскою дручена К муравью ползет она, Не оставь меня, кум милый, Дай ты мне собраться силой И до вешних только дней Прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, Доработала ли ты в лето, Говорит ей муравей. Да того ли, голубчик, было, В мягких муравах у нас песни Резают всякий час, Так что голову вскружила. А, так ты, я без души, Лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так поди же попляши. Лиса-строитель Какой-то лев Большой охотник был до кур. Однако ж у него они водились худо. Да это и не чудо. К ним доступ был свободен чересчур. Так их то крали, То сами куры пропадали. Чтоб этому помочь убытку и печали, Построить вздумал лев Большой курятный двор. И так его ухитить и уладить, Чтобы воров совсем отвадить. А курам было б в нем довольство И простор. Вот льву доносят, Что лисица Большая строить мастерица. И дело ей поручено, С успехом начато И кончено оно. Лисой к нему приложено Все и старанье, И уменье. Смотрели, видели, Строение, загляденье. А сверх того все есть, Чего не спросишь тут. Корм под носом, Везде натыкан на сесток, От холоду и жару есть приют И укромонные местечки для наседок. Вся слава, лисоньки и честь. Богатые доно ей награжденье И тотчас повеленье На новоселье кур немедли перевезти. Но есть ли польза в перемене? Нет. Кажется, и крепок двор, И плотина высокий забор, А кур час от часу Все менее. Отколь беда Придумать не могли, Но лев велел стеречь. Кого ж подстерегли? Таешь лису злодейку. Хоть правда, что она свела Строение так, Чтобы не ворвался в него Никто никак. Да только для себя Ставила лазинку. Свинья под дубом Свинья под дубом вековым Наелась желудей до сыта, До отвала. Наевшись, выспалась под ним, Потом глаза продравши встала И рылом подрывать у дуба Корни стала. Ведь это дерево вредит, Ей с дубу ворон, говорит. Коль корни обнажишь, Оно засохнуть может. Пусть сохнет, Говорит свинья. Ничуть меня то не тревожит, В нем проку мало вижу я, Хоть век его-нибудь Ничуть не пожалею, Лишь были б желуди, Ведь я от них жирею. Неблагодарная, Примолвил дуб ей тут, Когда бы вверх Могла поднять ты рыло, Тебе бы видно было, Что эти желуди на мне растут. Невежда так же в ослеплении Бронит науки и учения И все ученые труды, Не чувствуя, Что он вкушает их плоды. Волк и журавы Что волки жадны, Всякие знают. Волк, евший, Никогда костей не разбирает. Зато на одного из них Пришла беда. Он костью чуть-чуть не подавился, Не может волк ни охнуть, Ни вздохнуть, Пришло хоть ноги протянуть. По счастью, Близко тут журавль случился. Вот кой-как знаками Стал волк его манить И просит горю позабить. Журавль свой нос по шею Засунул к волку в пасть И с трудностью большую Кость вытащил И стал за труд просить. Ты шутишь, Зверь вскричал коварный, Тебе за труд? Ах ты неблагодарный! А это ничего, Что свой ты долгий нос И с глупой головой Из горла цел унес. Поди ж, приятель, убирайся! Доберегись! Вперед ты мне не попадайся! Ворона и лисица Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна, Но только все не впрок, И в сердце льстец Всегда отыщет уголок. Вороне где-то бог Послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, Позавтракать было Совсем уж собралась, Да позадумалась, А сыр во рту держала. На ту беду Лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух Лису остановил. Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву На цыпочках подходит, Вертит хвостом, С вороны глаз не сводит И говорит так сладко, Чуть дыша. Голубушка, Как хороша! Ну что за шейка, Что за глазки Рассказывать так право сказки, Какие перышки, Какой носок! И верно, Ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, Не стыдись, Что ежели сестрица При красоте такой И петь ты мастерица, Ведь ты б у нас была Царь-птица! Вещунина с похвал Скружилась голова, От радости забуды Ханья сперла, И на приветливой Лисицыны слова Ворона кархнула Во все воронье горло. Сыр выпал, С ним была плутовка такова. Две собаки Дворовый верный пёс Барбос, Который барскую серну Службу нёс, Увидел старую Свою знакомку Жужу, Пудрявую баллонку, На мягкой пуховой подушке Жужу, К ней ласьтеся, Как будто бы к родне, Он с умилением Чуть не плачет, И под окном бизжит, Вертит хвостом И скачет. Ну что, Жужутка, Как живёшь С тех пор, Как господа тебя В хоромы взяли? Ведь помнишь, На дворе мы часто голодали, Какую службу ты несёшь? На счастье грех роптать, Жужутка отвечает, Мой господин во мне души не чает, Живу в довольстве и добре, И ем и пью на серебре, Резвлюсь и с барином, А ежели устану, Валяюсь по коврам И мягкому дивану. Ты и как живёшь? Я? Отвечал барбос, Хвост плетью опустя И свой повесе нос. Живу по-прежнему, Терплю и холод, И голод, И сберегаючи Хозяйский дом, И сесть под забором, Сплю и мокну под дождём, А если не в попад залаю, То и побои принимаю. Да чем же ты, Жужу, В случай попал? Бессилен, Бывший так, И мал, Меж тем, Как я из кожи Рвусь напрасно. Чем служишь ты? Чем служишь? Вот прекрасно, С насмешкой отвечал, Жужу. На задних лапках я хожу. Как счастье многие находят, Лишь тем, Что хорошо на задних лапках ходят. ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА Мартышка в зеркале увидел образ свой, Тихохонько медведя толк ногой, Смотри-ка, говорит кум милый мой, Что это там за рожа? Какие у неё ужинки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, Когда бы на неё хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть, Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя кума обратиться? Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел-то вчера, Что Климыч на руку не чист, Все это знают. Про взятки Климыча читают, А он украдкую кивает на Петра. ЛИСИЦА И ВИНОГРАД Голодная кума лиса залезла в сад. В нём в винограду кисти рделись, У кумушки глаза и зубы разгорелись, А кисти сочные, как яхонты горят. Лишь то, беда, висят они высоко, Отколи как она к ним не зайдёт, Хоть видит око, да зуб не имёт. Пробившись попусту час целый, Пошла и говорит с досадою, Ну что ж, на взгляд-то он хорош, Да зелен, ягодки нет зрелой, Тотчас оскомину набьёшь. ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК Когда в товарищах согласия нет, На лад их дело не пойдёт, И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука Вести с поклажей воз взялись, И вместе трое все в него впряглись, И с кожи лезут вон, А в возу всё нет ходу, Поклажа бы для них казался легка, Да лебедь рвётся в облака, Рак пятится назад, А щука тянет в воду. Кто виноват из них, Кто прав судить не нам, Да только воз и ныне там. КРЕСТЬЯНИН И РАБОТНИК Когда у нас беда над головой, То рады мы тому молиться, Кто вздумает за нас вступиться. Но только с плеч беда долой, То избавителю от нас же часто худо, Все в запуске его ценят, А если он у нас не виноват, Так это чудо. Старик-крестьянин с батраком Шёл под вечер леском Домой в деревню Синокосу, И повстречали вдруг медведя Носом к носу. Крестьянин ахнуть не успел, Как на него медведь насел. Подмял крестьянина, Ворочает, ломает, И где б его почать, Лишь место выбирает. Конец приходит старику. Степанушка, родной, Не выдай, милый! Из-под медведя Он взмолился батраку. Вот новый Геркулес, Со всей собравшей силой, Что только было в нём, Отнёс полчерепа Медведю топором, И брюхо проколол ему Железной вилой. Медведь взрел И замертво упал. Медведь мой издыхает. Прошла беда. Крестьянин встал, И он же батрака ругает. Опешил бедный мой Степан. Помилуй, говорит, за что? За что, болван? Чему обрадовался с дуру? Знай, колет, Всю испортил шкуру.